Улицу Пушкина реконструируют. Здание библиотеки имени Ларисы Гладиной отремонтируют. А улица Северная станет светлее. Сегодня глава администрации Апатитов провел встречу с жителями в формате открытого диалога. Николай Бова ответил на вопросы горожан и рассказал об изменениях автобусных маршрутов. В начале глава администрации дал характеристику бюджету на этот год и рассказал об основных направлениях работы. Главная статья расходов – образование. Туда уходит более половины муниципальной казны – полтора миллиарда рублей. Для сравнения, дорожный фонд в этом году 76 миллионов. На эти средства капитально отремонтируют улицу Пушкина, а также участки на Нечаева, Козлова, Ленина, Жемчужной и Строителей. Продолжится работа по ремонту тротуаров. Запланирована реконструкция освещения на улице Северная. Разработка проекта на капремонт библиотеки имени Гладиной и благоустройство улицы Дзержинского. На пешеходную зону по улице Дзержинского мы будем участвовать в проекте, чтобы привлечь в город десятки миллионов и благоустроить это место. Нужен проект. Проект за нами. Более трех миллионов рублей на эти цели предусмотрено. Николай Бова ответил на жалобы и вопросы о потечан. Зал был полный. Спросили главу администрации, например, что делать с людьми, кто портит лыжные трассы за атлетом, гуляя там с собаками и катаясь на снегоходах. Кто отвечает за замену лампочек в фонарях. И про новую автобусную сеть. Почему нельзя было взять за основу, например, то расписание и от него... Оно и взято за основу. Там было меньше. Предложение, пожалуйста, во сколько вас не устраивает автобус? Утро. Витком набитый автобус. Я ехал в 7.50. Я ездил сам. Предложение, пожалуйста. Я еду каждый день. Во сколько? 7.50. 7.50. Где вы садитесь? Автобус на второй нашей черной улице. Значит, мы сейчас рассматриваем вариант, чтобы в это время был еще один маршрут. Будет ли он коммерческий за 35 рублей? Или все-таки мы найдем возможность еще один в это время пустить рейс? Мы это смотрим. А по течане озвучили много частных вопросов. Где-то не почистили, не заменили лампочки, где-то не вывезли снег. Команда главы администрации взяла все обращения на контроль. Кроме вопросов и жалоб, горожане пришли и с предложениями. У нас на круге есть магазин «Светофор». Там отварят сумок из жителей нашего города. Вот нельзя ли сделать остановку где-нибудь поближе к повороту светофора? Запишите вопрос предметно, посмотреть вместе с ЕБДД, о чем идут разговоры. Даже после встречи Николай Бова общался с апотечанами. Кто может быть, не хотел публично озвучивать свои проблемы. Всего же на встрече с главой апотечани подняли около 20 тем. Николай Алексеевич, встреча с жителями состоялась. Горожан пришло очень много, было много вопросов. Но, наверное, основное, это, конечно, изменение в маршрутной сети. Было много вопросов по этой теме. Ну, я вам скажу так. Есть впечатление профессиональное, как профессионала, который много-много лет работает в органах муниципальной власти, прекрасно понимает, что муниципалитет может, что муниципалитет не может. Конечно же, человеческая реакция. Конечно же, когда слышишь конкретный вопрос, уже вчера хочется его решить. Но не осталось простых решений. Поэтому я доволен. Я услышал те вопросы, которые ожидал услышать. Мы работаем над этими вопросами. И по уборке, и по совершенствованию маршрутной сети. Ведь тяжело давалось решение все-таки устанавливать проезд 33 рубля и при этом сделать так, что все-таки большинство людей имели возможность добраться и до поликлиники, и до места учебы. Это социальный маршрут. Предела совершенству нет. Я слышу, что говорят люди. Меры будем принимать. Всех, конечно же, не удовлетворю. Но я не знаю, что отвечать на вопрос, а вот хочу, чтобы меня лично довезли одну. Ну, наверное, придет время, когда вот и одну довезем. Поэтому будем двигаться дальше. С учетом того, что говорят люди. Продолжение следует...